Александр Александрович, Лексус обещает продажу? Первый шаг по данному автомобилю, который является самым дорогостоящим, я с вашей стороны передвигаюсь только на одном автомобиле. После реализации одного автомобиля будем думать, что делать со вторым. Эта зима вам благослована, наверное, по погоде. Первый снегропат вы сами очень жестко характеризовали, насколько справилось городское хозяйство. Второй, ну, все-таки, конечно, гораздо слабее, но, тем не менее, у него случилось. Ваша оценка вообще что-то изменила за это время в подходах к уборке города? Да, на самом деле, нам зима преподнесла очень хороший экзамен. С первых же чисел, буквально 2-3 декабря, выпадение осадков у нас составило 67 мм. Это почти полторы месячные нормы за два дня выпало, плюс потом в последующем гололед. На тот момент считаю, что и Балавтодор и комбинат благоустройства не должным образом справились с оставленными задачами, хотя в октябре, проводя проверку готовности, техники и встречаясь со всем персоналом Балавтодора, было полное уверение о том, что они к этому готовы. Но первый же снегопад, да, существенный, показал обратную картину. Поэтому были приняты не совсем популярные меры по руководству компаний 1 и 2. Сейчас нынешние руководители, я считаю, что систематизировали работу. Есть, конечно, особенности технологического режима уборки территории. Мы каждый день сейчас стараемся, так сказать, делать работу уборки города в соответствии с теми стандартами, которые имеются в Министерстве транспорта. Не все получается как есть, но хотелось бы признать, что все-таки определенные улучшения имеются. Мы максимально стараемся вывозить снег с территории города. И это обоснованно, хотя влечет за собой дополнительные затраты. Выпал снег, убрали центральные части, тут же вышли роторы и вывезли снег, чтобы не образовывалось вот этих огромных валов вдоль дорог, которые в последующем еще сложнее вывозить, убирать. И весной, когда это будет все это растапливаться на солнце, ухудшается дорожное полотно. Снег попадает? У нас в недвесе что происходит? Работает подъемник, приносит ли прибыль? Подъемник работает. Должен честно сказать, что готовиться надо было, конечно, к работе подъемника в декабре месяце, когда уже выпадали первые осадки. Фактически первую неделю января, когда люди готовы были отдыхать и кататься, с учетом подъемника мы его не смогли реализовать. Мы предоставили людям возможность спускаться по горе только 7 января. Это первый день бесплатного, так называемого, катания на Рождество. Сделали работу над ошибками. Сейчас у нас, что называется, создана так называемая проектная группа из тех же самых сотрудников, с учетом администрации, продлить склон, сделать его, может быть, более пологим. Удлинить и сделать комфортное катание для всех желающих. Потому что слишком крутой склон, не каждый человек решится по этому крутому склону ехать на корных лыжах или на сноуборде. Нурнин рассказывал, что ООО переходит. Завершили ли процедуру? Все имущество находится в казне, оно находится в оперативном управлении у официны, но имущество находится в казне. Никаких планов на данный момент у нас не обсуждается о приватизации или дальнейшей ее какой-то реализации. Будут ли сохраняться и конструироваться ныне заброшенные здания, представляющие историческую и архитектурную ценность? А в частности, имеется в виду здания бывшего личного училища, НРШ и поликлиники экономистической? Да, на самом деле мы с нашими и архитекторами к этому вопросу вернулись в октябре. Мы проводили и вместе с вами, в том числе, делали объезд наших таких особых архитектурных зданий, которые находятся в муниципальной собственности или переданы в аренду кому-либо, дабы их сохранить. По поликлинике номер один есть определенная задумка. Я просто не хочу сейчас пока ее освещать, потому что это пока только в процессе переговоров. Очень хочется сохранить статус поликлиники. Мы на эту тему разговаривали с министром здравоохранения, когда последний раз сюда он приезжал. Но, к сожалению, нагрузка на поликлинику с теми жителями, которые там находятся, а по их данным это 4,5 тысячи человек, жителей, она является, так сказать, неокупаемой. А как вообще обстоят дела с домами культуры, с разными культурными центрами? Потому что я знаю, что некоторые закрываются. Людям они нужны, потому что в Гошиме Кушуме нам звонили, что мы просим, но нам отказывают его не восстанавливать. Да, есть такое. Надо отдать должное бакфатропсу муниципальному образованию. В этом году они полномочия по культуре взяли на себя. По малому перекопному идет восстановление кровли. И я буквально в режиме онлайн по фотографиям вижу, как идет восстановление новой кровли. План есть, в том числе и сохранение всех домов культуры, но которые, надо честно сказать, подлежат восстановлению. Мы с вами последний раз встречались с жителями бакфатропска муниципального образования в клубе. В Красном Яре, в клубе, туалет есть. А вот в городе общественный туалет, который показывается. А то, может, берем на храньшин. Предлагаю этот вопрос обсуждать вместе с жителями о их необходимости в тех общественных территориях, за которые будем голосовать и проекты, которые будем вместе с вами принимать и реализовывать. По магазинам «Ирена» нет ли такой ситуации, что люди сейчас остаются с собой, сейчас с персоналом работают? Да, мы тоже обеспокоены этой темой, потому что для всех жителей Балакова, я и про себя могу, честно сказать, являясь покупателем именно сети «Ирена», комфортные магазины, хорошие, светлые, чистые, и как гром среди ясного неба, когда сразу после праздников оказалось, что собственникам принято решение передать в аренду на определенное количество лет свои магазины сети «Гулливер» из города Ульяновск. Я тут же встретился и с Шакуром Олегом Павловичем, и с новыми собственниками этой сети. Они сюда приезжали, на прошлой неделе мы с ними встречались. Первый вопрос, который был задан, что будет с людьми. Собственники меня заверили о том, что никакого движения и увольнения по людям не будет. Наверное, будет в рамках компании какое-то первораспределение. По поводу налогообложения Олега Павловича находился на НВД, а не на обществе налогоуправления. Моя убедительная просьба с тем, чтобы филиал компании был зарегистрирован на территории Балакова, Балаковского района. Поэтому налоги от зарплаты, они также будут оставаться здесь, на территории Балакова. Да, сейчас идет ребрендинг магазинов, меняется название, идет передача. Это будет происходить, я думаю, что еще месяца, наверное, два. Мы мониторим этот вопрос с нашим торговым отделом. Но пока какого-то увольнения мы не наблюдаем. В общем, много местных продуктов, продуктов местных производителей, останется ли это? Потому что в социальные сети входить, в масштабные сети очень тяжело входить, и в наших пустят, не пустят. Совершенно верно. Считаю, что сеть Милена самая, наверное, такая правильная сеть по отношению к местным производителям. На прошлой неделе, в четверг, они проводили встречу Гулливер со всеми поставщиками продукции на территории Балакова, Балаковского района. Насколько мне известно, никому отказа пока не поступило. Они заключают новые договора. Можно пересмотреть, конечно же, хотя любой новый маршрут, его надо приучать. То есть, поставить автобус можно в любое время. Какой пассажир потом будет? Это нужно считать. Вы помните, очень много было вопросов касаемо нового транспорта, или нового, забытого, старого, или периодически восстанавливаемого по вокзальной. Шевченко вокзальная. Мы были в 18-й школе, когда люди говорили, нам нужен здесь автобус. Мы раза три встречались с компанией, с перевозчиками, которые нам сказали, мы несколько раз пробовали, по полгода возили по этому машину. Там нет пассажиропотока, который был бы в таком количестве для хотя бы хоть какой-то окупаемости. По фестивалю клубники, будет ли какой-то принципиально отличие от предыдущих фестивалей? Потому что, ну, хочется что-то более современного. Да, фестиваль клубники у нас проходит уже 4 года. Мы в этом году, все-таки, правильно говорить, и каждый год надо совершенствоваться. Мы этот вопрос уже обсуждали, и с Татьяной Павловной Калининой, и с рядом людей, которые занимались фестивалем клубники, с тем, чтобы именно в этом году сделать новый шаг по фестивалю клубники. Более современного. Каждый год надо что-то совершенствовать. Водные объекты и канал, и пустынные, и много всего, и как-то это все не используется. Может, какой-то парк, я не знаю, можно сделать в городе аттракционы поставить? В первую очередь, я считаю, что надо сделать, мы сейчас выделяем так называемый синтро по туризму, выделяем отдельно людей, которые будут заниматься только туризмом. И здесь я готов и через вас пригласить тех людей, которые, с вашей точки зрения, вы можете об этом лучше даже знать, кто готов этим заниматься, там, с горящими глазами и с профессиональным подходом. Именно концепция развития туризма на территории Балакова, Балаковского района. Есть предложение? Предлагайте. Мы документы о выделении двух сотрудников, без увеличения штата, внутри блока Калинина Татьяна Павловна, будем выделять двух-трех сотрудников, которые будут заниматься именно в секторе только туризма. Александр Александрович, немного вопросов не вам, но я его пытался задать на встрече депутатов с Вячеслав Викторовичем, министром ЖКХ. Суть в чем вопрос? Значит, ФАСРФ в 2017 году в ноябре вынесла подписание, штрафовала ПАУТ и ПЛЮС, КЭС и ВАТВК на тот момент за 2012-2013 год за незаконный завышенный тариф. Штраф составил 433 миллиона рублей, половину этой суммы тепловоснабжающей компании уже вынесли в бюджет. Поскольку штрафы, тарифы были завышены, соответственно, жители переплатили за это в 2012-2013 годах, и также плательщиком за тепловую энергию в огромной сумме является и муниципалитет. На этом почве планируются ли какие-то действия на муниципалитет по возврату должных средств? Правовая служба этим занимается. Пока так, могу сказать. Правовое управление, вернее, там, прямо сказать. По окончательному решению этих вопросов мы обязательно выдаваться ничего не хотим. Наталья Караман поднимает тему общественного питания в школах, в детских садах. Вы это как-то по-пахе, может быть, каким-то заказом, может быть, со стороны, может, она хочет что-то там переделать? Ну, во-первых, хочу сказать, что Наталья Караман предала определенную публичность. Данный вопрос касаемо школьного питания, дошкольного питания, он всегда был для нас крайне важным, и он останется всегда таким, потому что это наши дети. Мы со стороны администрации, когда поступили даже первые какие-то небольшие жалобы по тем или иным дошкольным учреждениям или школьным, было принято решение. Пожалуйста, собираемся коллегиально, Калинина Татьяна Павловна, Бешапшникова, Любовь Васильевна, Караман, другие общественники, родительский комитет, с тем, чтобы не было какой-то предвзятости, принято решение было таким образом. Собираемся там, условно, в администрации, сколько у нас есть питающих организаций в детских и дошкольных садах и в школьных учреждениях, условно говоря, там три и тут три. Вот по каждому из объектов, от каждого кормильца едут на усмотрение родительского комитета, общественности, и только по результатам совместных рейдов делают какие-то выводы. Вытаскивать там шашку и рубить с плеча о том, что этот пирожка не хватило в блюде или еще где-то, и сразу убирать кормильца с этого рынка, ну, наверное, это не совсем будет справедливо. Вот мы, когда готовились к рейду, мы увидели, что, ну, открывали его закупки, и там закупка у единственного поставщика, хотя конкуренция-то есть на этом рынке. Как так получается? Правильно, правильно. Я здесь именно об этом и сказал, о том, что конкурсную документацию мы будем переделать на последующие конкурсы, чтобы не было больших сумм только у единственного поставщика, там, от миллиона до пяти. Там и двадцать было. Да, поэтому будем делать конкурсную документацию совершенно другого типа. Могу сказать, что и в рамках администрации мы планируем сделать поэтапно единую службу по госзакупкам. Спасибо.